всем привет добро пожаловать на четвертую часть нашей серии по моделирование tcf а сегодня с вами перейдем уже к части и будем заниматься прогнозированием на прошлых занятиях мы посмотрели с вами как считается стоимость предприятия и нам эти данные еще понадобятся в будущем посчитали дисконтную ставку так называемый ваг weighted average cost of capital то есть среднеизвешенную дисконтную ставку или среднеизвешенную стоимость капитала которую будем использовать для дисконтирования прогнозируемых денежных потоков а сейчас давайте перейдем вкладке historical projections где мы будем смотреть исторические данные будем их анализировать и строить прогнозы в виде нескольких сценариев у нас будет сценарий base case то есть базовый сценарий у нас бать сценарий opinions и кейс то есть оптимистический сценарий и у нас будет в пессимист сценарий или pessimistic case. В просто народе также называется bull case и bear case. То есть bull это у нас бык, то есть это оптимизм, это рост, bear это у нас медведь, то есть пессимизм, падение. Как мы можем с вами посмотреть или предположить, какие будут финансовые показатели в этой компании у Walmart в будущем? В рамках этого тренинга, этой серии видео мы будем смотреть только на два источника. Первое, это источник корпоративный, то есть очень часто компания дает какой-то guidance, какие-то прогнозы на будущее, как правило сроком не больше, чем на год. И второе, это просто исторические данные, которые мы будем экстраполировать. Я прекрасно понимаю то, что в реальности на работе вы не сможете брать просто исторические данные компании, их экстраполировать в будущее и таким образом как бы ставить галочку, двигаться дальше. Такое тоже часто бывает. Я лично сталкивался с тем, что репутабельные там оценочные компании просто брали исторические данные, считали какие-то там просто исторические, средние, экстраполировали. Иногда получались весьма забавные результаты в итоге. Но мы все прекрасно понимаем, что хорошая модель будет отдельно включать в себя, допустим, модель выручки, но за недостатком времени и, во-вторых, по причине того, что я не хочу слишком сильно усложнять эту модель, мы будем придерживаться, соответственно, исторического анализа и его экстраполировать. И ради этого мы недаром выбрали именно Walmart, потому что Walmart крупная компания, ритейл. Здесь прогнозировать выручку на 5 лет вперед достаточно несложно, учитывая то, что она меняется с года в год на незначительный процент. Итак, первое, что мы можем посмотреть, открыть последнюю презентацию компании, которая была сделана 31 января этого года и посмотреть так называемый Guidance. Guidance – это, соответственно, прогнозы, то есть некие цели, которые компания ставит перед собой на следующий финансовый год, которые доступны, соответственно, третьим лицам. Третьи лица могут опираться на эти данные, чтобы делать какую-то свою собственную оценку компании. Таким образом, тем анализировать, в будущем сравнивать ожидаемые результаты с результатами действительными. Сразу что можно, кстати, из этого почерпнуть, хотя здесь, скажем так, информации не очень много, это то, что компания ожидает, что эффективная налоговая ставка будет в районе 32% от до налоговой прибыли. У нас изначально стояло 30%, потому что мы с вами брали какое-то среднеисторическое значение, соответственно, давайте сразу же исправим на 32% tax rate, то есть сразу же, естественно, повлияет на исходную ставку, повлияет на стоимость компании в итоге. Что касается данных по выручке, то здесь, к сожалению, их нет на этом слайде. То есть сказано лишь то, что компания ожидает на первый квартал следующего года финансово. Естественно, нам это не очень поможет в анализе. Что вы можете сделать, но не думаю, что мы сейчас будем на это время тратить. Вы можете зайти, допустим, на quarterly results, квартальные результаты, и посмотреть, например, текстовой релиз, потому что в релизах бывает информация дается больше, чем, например, презентация, по крайней мере, что касается тех же самых прогнозов. Вот можно посмотреть, там fiscal highlights, показаны исторические результаты, вот guidance. В guidance показаны лишь прогнозируемые результаты по чистой прибыли на акцию. То есть то, что компания ожидает, показать инвесторам в течение следующего финансового года своей так называемой нижней линии, то есть bottom line, то есть чистой прибыли на акцию. Как манипулировать этим показателем компания может? Очень просто. То есть стоит из двух частей, да, из чистой прибыли, из количества акций. Из компании видит, что она будет не добирать по чистой прибыли, она просто потратит кэш, который у нее есть на балансе на выкуп акции, таким образом искусственно поднимет его. Соответственно, опираться на прогнозы чистой прибыли на акцию и делать какую-то надстройку вверх, пытаться как-то понять, какая будет выручка. Я не считаю, что данного рода упражнение нам сильно поможет, сильно облегчит наш анализ. Соответственно, что мы будем с вами делать? Мы проанализируем исторические значения. У нас уже есть, например, темпы роста выручки, у нас уже есть маржинальность по основным показателям, то есть валовая прибыль, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль. Нам, в принципе, для цели DCF нужно будет только вот эти три верхних показателя. Вы увидите в следующих частях, почему это так. Как считать EBITDA, можете посмотреть это в отдельном видео, которое есть у нас на канале, и понять, возможно, если кто не знает, что это вообще за показатель, зачем он нужен. Итак, Average – это у нас среднее значение. Мы с помощью формулы сразнач или Average по-английски, если у вас английский Excel, получаем средний темп роста. Теперь просто копируем эту формулу, везде получаем среднюю маржинальность по каждой линии. Далее, после этого нам нужно обратить внимание на медиану. Чем медиана отличается от среднего значения, можно посмотреть в интернете, в Википедии. Лишь вкратце скажу, что мы используем медиану, потому что она устойчива к экстремальным значениям, и, соответственно, на нее можно полагаться чаще всего более надежно, чем полагаться на какое-то среднее значение, на средний показатель, средний арифметический. Последний показатель CAGR, так называемый Compound Annual Growth Rate. Опять же, можете погуглить, что это такое. Я лишь вам покажу, как считается этот показатель, и сделаю замечание по поводу того, что CAGR – это просто-напросто сложный процент. То есть, если Average или Median – это показатель как бы линейный такой, то CAGR – показатель экспоненциальный. Как мы считаем CAGR? Мы берем значение последнего года, делим на значение первого года в нашей истории, возводим степень 1, деленную на количество лет. Если вам лень считать количество лет, как мне, то можно использовать такую хорошую функцию, как счет Z. Мы считаем целые года, то есть нужно понимать, что все данные – это на конец этого финансового года. И, в конце концов, вычитаем единицу, потому что в противном случае мы получим фактор. Нам нужен именно процент. Получается, что CAGR – 2,5%. На другие цифры нам, в принципе, CAGR считать смысла особо нет, но разве что как-то индикативно, так как все-таки остальные цифры являются больше анализом маржинальности. Маржинальность мы по маржинальности CAGR не считаем, но можем, по сути, просто это сделать для референс, для общего развития. Просто посмотреть, как менялось в среднем, с какой скоростью рост тот или иной показатель с учетом того, что последний год может быть намного выше, намного ниже. На самом деле, CAGR в этом краске имеет недостатки свои. То есть, словно говоря, последний год у вас будет очень позитивным или очень негативным, наоборот, по отношению к предыдущим. И у вас покажет, что рост был намного выше, намного ниже, чем это будет выявлено другими показателями. Поэтому, соответственно, мы всегда используем с вами средне-медианные значения, для того, чтобы лучше понимать действительно, как развивались эти показатели исторически. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова